Сказочный закон. Два одиночества. Расследование Навального. Фильм Дудя. Ройзман. Смотрим. Вот мы постепенно подбираемся к аналитике на документалку Дудя от разных личностей. Всем привет. Это Евгений Ройзман. Событий много. Коротко обо всем. Конечно, поразил... Вот кого надо на разведопрос или в передачу Семина, так это Ройзмана. У меня флешмоб по поводу сказочного закона о неуважении к власти. Десять раз говорили. Запомните. Первое правило политической борьбы. Дебилам главное не мешать. Они сами все сделают. Представьте себе ситуацию. Кто-то пишет. Путин сказочный и так далее. Тут же набегают, его штрафуют. В этот момент это остановит... Сказочный президент. Национальный лидер, ведущий Россию от победы к победе пламенеющим путем. Солнышко ясное. Вот единственное, что можно сказать про национального лидера. Это лучший президент во всю историю президентства. Разве Константин Семин будет работать на пропагандистскую машину плохого президента? Конечно же нет. Поэтому Владимир Владимирович это самый хороший президент на планете. Становится новостью и об этом знает вся страна. Одни говорят, нет, нельзя говорить про действующего президента долбоеб. Другие говорят, подождите, если он ведет себя как долбоеб, действует как долбоеб, то почему нельзя говорить? Другие говорят, да, но все равно действующий президент как-то надо по-другому. Другие говорят, ну что значит надо по-другому, когда это полностью соответствует? Но я про Светова то же самое говорил, и в итоге он на меня обиделся. Это не очень способствует, не очень способствует как бы развитию коммуникативных, прошу прощения, навыков в общении с людьми. А то мне потом писали в личку, говорили там, Миша на тебя обиделся, потому что ты назвал его пидовкой, долбоебом. Я говорю, но ведь если человек ведет себя как долбоеб, то почему бы не назвать его долбоебом? Ведь если он обижается на это, то он же может перестать вести себя как долбоеб, и тогда его не будут называть долбоебом. Но мою попытку оправдаться не восприняли. Либертарианская общественность как-то раскололась, раскололась. В итоге часть поддерживает теперь меня, и всячески рофлет над Световым. А другая часть заняла непримиримую позицию, конечно же. Начинается обсуждение. У этого мужика появляются сторонники, которые начинают флешмоб и говорят, да, сказочный. Другие говорят, а чего вдруг сказочный вовсе не сказочный и обыкновенный? И начинается уже все забывают о чем речь, и возникает полемика. Одни говорят, да, сказочный. Другие говорят, не, не сказочный и обыкновенный. Те, которые пытаются доказать, что сказочный, приводят достаточно много аргументов. А те, которые пытаются доказать, что обыкновенные, точно так же выступают с аргументами. Да, теперь посадят и тех, и других. В Россию вернулась атмосфера страха. Потому что теперь тебя могут посадить за картинку в социальной сети. Так вот, так работает закон о неуважении к власти. Закон этот откровенно сказочный. Внесли его сказочные. И здесь президенту не на кого обижаться. Он сам подписал этот сказочный закон. После чего сказали, что президент сказочный. Я не знаю, как это будет дальше. Но, судя по всему, есть за что поблагодарить Клишаса и других. Невынужденная история с этим законом. И возникла она только потому, что халуи всегда бегут впереди паровоза. Потому что на лбу у халуев барометр, а на носу у них флюгер. Короче, добились того, чего хотели. Получите и распишитесь. Пришла беда, откуда не ждали. В свое время, в ответ на санкции, мы решили вести контрсанкции. Решили ударить уже по-серьезному. И ввели сами для себя продуктовый эмбарго. Редкий вообще случай, когда страна сама себе вводит продуктовый эмбарго. Причем не самая благополучная страна. Но это все равно, что самих себя в присядку. Так и получилось. Но этого оказалось мало. Все считали, что на этом поднимется местный производитель. Однако оказалось, что на этом в первую очередь поднялись цены. И исчезли качественные продукты. Потому что не стала конкуренция. Решили пойти дальше. До недавнего времени, ну и сейчас еще, можно было возить до 5 килограмм. Это давало возможность. Во всяком случае, из Питера в Финляндию. Постоянно ездили такие в продуктовые туры. Затаривались и везли обратно. Многие, кто возвращались из-за границы, всегда в дьюти-фри на вылете покупали сыры. Покупали еще что-то. В упаковках везли. И вдруг вышел Мираторг. Насколько я понимаю, Мираторг курирует Медведев. И многие считают, что это вообще фирма медведевская. Вышел Мираторг. Еще местные производители. И сказали, что не надо ничего сюда, ни мясную, ни молочную продукцию пускать из-за рубежа. Потому что это опасно. А вот теперь представьте себе. Да, протекционизм. Будут досматривать багаж. И изымать продукты. Но это только первый этап. Если пойдет также в той же динамике. Я не очень понимаю, блядь, нахуя, если ты из-за границы летишь возить продукты с собой. Ну, не знаю, в Америке, например, запрещено, если ты въезжаешь в страну, блядь, везти какие-то продукты питания. У них, у них, как бы, тоже жесткие ограничения действуют на эту тему. Вот. Но, типа, нахуя это делать, когда есть огромное количество способов купить эти все самые заграничные санкционные товары. Ну, как минимум, если ты в Москве живешь или в Питере. То есть куча магазинов, куча рынков, где ты можешь купить эту санкционку, там, блядь, или любые импортные вот эти вещи. То есть они, контрабанды, идут в огромных объемах. И все вот эти законы, ограничивающие ввоз, они играют только на руки импортерам, потому что это позволяет завышать цены на запрещенные категории товаров. То есть товары никуда не исчезли, они просто в цене взлетели за счет этих пошлин. Вот и все, как бы. Поэтому я не думаю, что в России настолько все плохо, что единственный способ, там, я не знаю, съесть вкусный сыр какой-нибудь или хорошее вино, это вот только, значит, в багаже, в багаже возвращаясь из Италии или из Франции провести в Россию школе, иначе никак, просто пиздец. Ну, хотя, с другой стороны, если ты живешь где-нибудь в провинции, может, действительно, это проблема доступ к каким-то вот хорошим продуктам питания премиум-класса. Но, опять-таки, в провинции людей не так много богатых, которых вообще это интересует, да, это проблема. То есть они получают не так много денег и, в принципе, едят какой-нибудь колбасный сыр, сырный продукт какой-нибудь там с малазийским пальмовым маслом. Вот. А те, кто живет в Москве, в Питере, у них нет никакой проблемы с доступом к этим всяким товарам, потому что ты, как бы, если у тебя есть деньги, ты можешь все что угодно купить вообще, блядь. Не важно, что там запрещают законы, не запрещают, какая разница, блядь. Люди наркотиками торгуют, это запрещено законом. Ну и что, кого-то это останавливает, что ли? Поэтому я не вижу в этом проблемы никакой. Потом запретят провозить не только в багаже, в желудках запретят провозить, досматривать начнут. Вот не сомневайтесь, потому что еще какое-то... Ну да, наркотики тоже запрещено, блядь, провозить, но в России, как бы, героина просто завались. То же самое и с каким-нибудь санкционным сыром, там, я не знаю, пармезаном. Да, он запрещен, ну и что, блядь, что, его меньше стали есть на рублевке, что ли? Да я не думаю. Это время назад? А те, кто сейчас его не едят из-за санкций, они, как бы, его и раньше не ели, потому что у них денег не было. Откуда у них деньги покупать, там, я не знаю, пармезан по гигантской цене? Они будут есть всегда, там, какой-то сырок дружба. Мне кажется, это совершенно для социальных низов в России это не актуальная проблема. Что, типа, запретили пармезан. А, какой ужас, как нам дальше жить? Да они, раньше-то его никогда не ели, этот пармезан. Во, вон, черная икра, как бы, она в России не запрещена, но ты, типа, попробуй настоящую черную икру найди, и, типа, посмотри, сколько она стоит за баночку, 100-граммовую, ты охуеешь. Когда бы нам сказали, что мы введем сами против себя продуктовый эмбарго, мы бы посмеялись. Потом, когда нам сказали, что будут досматривать багаж и изымать все, уже не очень смешно. Ну, а то, что будут потом запрещать провозить в желудках, если это произойдет, я не удивлюсь. Ну, и вы не удивляйтесь, мы свою страну знаем. Слушай, ну, вот, да, наш президент встречается с президентом Северной Кореи. Ну, что об этом говорить? Ну, встретились два одиночества. То, что под Кимом стул, на всякий случай, спиртом протирают, это говорит о том, что не очень доверяют. Есть замечательная фотография, где они стоят с бокалами шампанского, и видно, что ни один не доверяет другому, что этот не доверяет, что у того есть основания, что у этого есть основания. Когда они друг друга поздравили с переизбранием, их задача была в этот момент не засмеяться. На самом деле, хорошая история. Вот американцы поучаствовали в создании Южной Кореи, а мы поучаствовали в создании Северной Кореи. Люди одинаковые и там, и везде. Идеологии разные. И наглядно видно, к чему это приводит. Да, в Северной Корее намного лучше, потому что там общественная собственность на средства производства, а в Южной Корее капитализм там ужасно, отвратительно. Диалектика рабов и хозяев. В Южной Корее они мучаются там. ... нападки на Навального. Разослали методичку про какие-то биткоины, как он дочь отправил в Стэнфорд, но в Стэнфорде обучение бесплатное, туда может попасть каждый, и Навальный этого не... Аааа, нет. Я нагунул Ройзман, ну что такое-то, блять. Да, охуенно, как в Стэнфорде обучение бесплатное, туда может попасть каждый. Отлично. Не хотелось бы, конечно, расстраивать Ройзмана. Ройзман живет в каком-то волшебном мире. Но это не так. ... скрывал. И разослали методичку. Многие СМИ взяли эту методичку. Кто-то прокомментировал, кто-то дал в готовом виде. Понятно, что это было сделано за деньги. От многих СМИ люди отписались, потому что это слишком очевидно. С чем связана такая активизация Пригожинских и АПшных? Не знаю, я ни на что никогда и не подписывался. Я о новостях, которые в мире происходят, узнаю по сообщениям в чате, когда школьники что-нибудь пишут. Типа Сармат, Сармат, там самолет упал или еще что-то. Вот так я узнаю о новостях важных. Или там Даренко умер, Даренко умер. Мне не нужно подписываться ни на какие новостные сайты. У меня есть школьники просто, которые мне все напишут. Голубиная почта против Навального. Я думаю... Чуть-чуть не сказал, петушиная. В первую очередь, конечно, это подготовка к выборам в Мосгордуму. Потому что Навальный сейчас заявился и выстрелил первым. Собирают очень сильную команду, команда профессионалов. Кого-то из этих людей я знаю лично. Во-первых, это Люба Соболь. Человек совершенно несгибаемый, профессиональный юрист. Это Владимир Милов, это Илья Яшин, там еще Жданов, там Янаоскас. То есть команда очень профессиональная. Кто-то уже поработал, кто-то и в правительственных струбках. Пишут, Сармат, Сармат, Ежи обосрался. Это не новость, это перманентный процесс. Кто-то поработал в общественных организациях, кто-то уже был депутатами. Но по сути статус Яшина сейчас как главы района. Это очень сильная команда для Мосгордумы. Вот они там скучать не дадут никому. Поскольку они еще все москвичи, они очень хорошо владеют вопросом, никуда не денется мэрия Москвы. С такими депутатами придется считаться. При своих возможностях я бы этих людей с удовольствием поддержал. Ну, к чему и призываю и своих слушателей. Думаю, это первый момент. Второе. Вышло очень красивое расследование про две дачи. Одна дача системного либерала Силуанова, а другая дача такого настоящего силовика Зана Шойгу Цаликова. Это расследование... Системный либерал. Мне нравится это понятие. Расследование было очень простое. Оно было построено на декларациях, на фактическом имуществе и на разнице между задекларированным и фактическим. Расследование простое и качественное. Все его могут посмотреть. И вдруг приходят ответы от Министерства финансов и приходит ответ из Министерства обороны. Что-то опубликовало Эхо Москвы. Где говорится о том, что все это есть декларацией. Минуточку. Навальный первый сказал о том, что это все есть декларацией. Но есть один нюанс. Это абсолютно не соответствует заработанным деньгам. Поэтому, если вы хотите отвечать, вы просто ответьте, откуда взялись эти деньги, каким путем они были получены. А иначе это получается как ответ Золотова. Когда его, что называется, поймали за руку, он вызвал Навального на дуэль. Так вот, эти ответы Минфина и Минобороны, они еще более беспомощные, чем вызов на дуэль. Поэтому, если вы хотите, говори. Да, отличный способ. Если меня налоговая начнет ебать, я тоже кого-нибудь на дуэль вызову просто. Скажу, значит, жалкие дешевки, букашки. Я вызываю вас на дуэль. Жаль, что я не Золотом. То вы говорите, если вам нечего сказать, ну лучше отмолчитесь. Я связываю всю вот эту последнюю активизацию против Навального именно с выдвижением его команды в Мосгордуму и с очень качественными расследованиями. Навальный, кстати, молодец, что бегать начал. То, что это публично, то, что вместе со всеми, ни отдельно там, ни с охраной. Правильно, совершенно себя ведет. Конечно, правильно. У него сиськи растут уже, как у меня. Надо бегать. Я бы тоже бегал, но у меня проблемы с сердцем. У меня гипертония. Если я начну бегать, то стримы закончатся вместе с моей жизнью. Это себя ведет, держится мужественно. Ну и дай бог, чтобы все получилось. О чем говорить? Что про паспорта? Ну, очень много разговоров о том, что наш президент не поздравил Зеленского с победой на выборах. Причем мнения разные. Одни говорят, ну не поздравил там, чтобы не спалиться. Вот. Как это получилось в свое время с Януковичем. Ну, я, честно говоря, так не думаю. Ну, не поздравил и не поздравил. Но сейчас объявил, что гражданам ДНР и ЛНР будут раздаваться российские паспорта. Смотрите. Мы на самом деле это проходили. Российские паспорта раздавали в Абхазии. К чему это привело? Да ни к чему не привело. Республика, в которой... Как ни к чему не привело. Теперь там российские граждане и грузинские военные боятся туда сунутся. Слушай, если они начнут убивать российских граждан, блядь, российская армия начнет в ответ хуярить. Нет, тут я с Ройзманом не согласен. В которые есть порты, в которые есть горы, озера, курорты замечательные, набережная, море. Приходит в упадок на глазах. И вот сбоку там... А до этого там было заебись просто, как бы. Вот охуенно там было. А вот из-за, блядь, того, что там все начали паспорта российские получать, вот, блядь, все испортилось. То есть пока у них паспортов не было, там все просто процветало, блядь, коммунизм, вся хуйня. Стоило, блядь, человеку получить российский паспорт, все как бы скверно проникло в мир. Все сгнило сразу же в пизду. Не, ну Ройзман, серьезно, ни сихуйни. Маленькая Джаря, у которой могла бы быть такая судьба. Все шло к этому. Но. А откуда пошел мем про обосранные штаны и ежи? О, блин, ну это старый мем достаточно. Истоки, истоки этого мема, это, блядь, я даже не знаю, куда уходит. Наверное, корнями в 15-й год. То есть сейчас уже сложно даже генеалогию проследить. Грузия в свое время проявила волю. И теперь посмотрите, как выглядит Аджаря и как рядом выглядит Абхазия. Есть разница. На самом деле, вот эта история с раздачей паспортов, вполне возможно, что это не такое большое счастье, как представляется тем, которые эти паспорта раздают. Обладатели этих паспортов. Пишут, у тебя гипертония, именно потому что ты бегаешь. Я последний раз бегал, как бы, в школе на урок физкультуры, чувак. На этих территориях могут лишиться большего. Кроме этого, Россия берет на себя дополнительные обязательства. Ну, как минимум, пока эти обязательства оцениваются в 150 миллиардов рублей в год. Непонятно, что будет дальше. И в этом жесте, конечно, откровенное, невынужденное провоцирование. И совершенно точно это не служит какому-то выстраиванию отношений с Украиной. Хочу сказать про Зеленского. У него, на мой взгляд, у него сложнейшая ситуация. У него была очень щедрая предвыборная риторика. Он много пообещал. Он возбудил в людях завышенные ожидания. Теперь надо этим ожиданиям соответствовать. Это очень сложно. По ряду ситуаций простых решений нет. Если бы простые решения были, они бы были приняты еще до Зеленского. Очень сложная у него ситуация. Я попадал в такую ситуацию не в таких масштабах. Я в свое время ругал своего предшественника. Я был молодой, позволял себе, на мой взгляд, допускал непозволительную риторику. И я попадал в ситуацию, когда я встал на его место. Я был вынужден перед ним извиниться. Просто, чтобы быть честным человеком, я признал свои ошибки и вынужден был перед ним извиниться. И мне был ряд ситуаций, когда мне нужен был и понадобился его опыт и его совет. И я извинился перед ним и публично, и лично. В общем, непростая ситуация у Зеленского. И мне очень интересно, как он будет из нее выходить. Но вот сейчас все те, кто за него голосовали, конечно, должны будут его поддерживать, потому что ему будет очень трудно. Вышел очень сильный фильм «Дудя» про Колыму. Я удивлен, что молодой парень поехал сам, не поленился. Глубоко достаточно вскрыл ряд таких психологических портретов. В частности, есть нюансы, которые объясняют, почему вообще это явление стало возможным. И миллионы просмотров это не просто так. Этот фильм надо посмотреть. И сразу скажу одну вещь наперед. Когда вы слышите, как какой-нибудь умник говорит, когда Сталин умер, его не в чем было хоронить, у него только старый китель и кирзовые сапоги, что у него нет никаких сбережений, что он для себя ничего не сделал. Успокойтесь. Сталин жил как император. У него было все, что он захочет. У него были богатейшие поместья. У него было огромное количество личной обслуги. Ложь, клевета, буржуазная пропаганда. Это все было в государственной собственности. Товарищу Сталину лично ничего не принадлежало. Ко-ко-ко, социализм, люди равны, классов нет. Только на той даче, где он умер, там было больше 400 человек личной охраны, которые получали в десятки раз больше, чем рабочие и колхозники в те времена. Стол Сталина всегда был очень обилен. В то время, когда люди людоедством занимались и в Украине, и в Поволжье. Мало того, что людоедством трупы на кладбище выкапывали в 1932 году, когда голод начался, когда у крестьян все зерно поизымали. У Сталина в это время были застолья. То есть у него было мясо, вино, множество гостей. Когда Ленинград задыхался в блокаде, Сталин себе ни в чем не отказывал. Это были огромные обустроенные поместья. Со всеми удобствами невероятными в стране того времени. С личными кинозалами. Только фильм Чапаев Сталин посмотрел 136 раз. А вот фильм Волга-Волга он смотрел всего 38 раз. Наверное, не понравился, да? Вот. И, мало того, Сталин не нуждался ни в чем вообще. У него было все. И даже тогда, когда страна по-настоящему голодала. Но самое главное другое. Ему принадлежала жизнь каждого человека, жившего в Советском Союзе. Ему лично принадлежала жизнь каждого человека, жившего в Советском Союзе. И когда он кто-нибудь будет рассказывать, что он был аскет, что после него ничего не осталось, не слушайте. У него было все. И даже намного-намного больше. Ни один человек так богато не жил в Советском Союзе. И во время голода, и во время войны, как Сталин. Ну, просто, чтобы не было юлизи. Завтра, с 10 часов утра, на Толмачево, 11, в приемной фонда Ройзмана, я буду вести личный прием. И если есть какие-то идеи хорошие, если есть желание помогать людям, участвовать в этом процессе, или вдруг какие-то проблемы, где нужен совет, нужна помощь, приходите с 10 и до последнего человека, я буду там. Но в понедельник, в передаче личный прием на Эхи Москвы, в 22.00 по Москве, я буду об этом рассказывать. Давайте всем удачи, доброго здоровья. И помните, несмотря ни на что, в конце концов, все будет хорошо. Удачи.